МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Процедура санации на Гомельском тлушевом комбинате почалась в Саковику 2019 года. По великим рахункам, чекать далей уже было немогчимо. За обязательство по отриманных кредитах предприемство не могло ни сыровину набить, ни зарплату выплатить. Процесс погашения долго заморозили, а среди, которые отримывает предприемство, накировали на развитие творчества. Принятые меры дозволили не только выправить ситуацию, а и упершину за последние пять годов отримать прибыток. Все силы направлены на то, чтобы снизить затраты по производству выпускаемой продукции. Фактически за 2019 год было сэкономлено порядка 2 миллионов долларов. Это, чтобы понимать, чисто за год было. Что касается рентабельности, то предприятие имело рентабельность на начало процедуры экономической несостоятельности минус 8%. На сегодняшний день, по итогам 2020 года, рентабельность составила 5,3%. А про шаптимизацию технологичного процесса на Лучшевом комбинате кардинально переглядили маркетинговую политику. От продукции, которая не корысталась, а по опытам тени приносила прибытков, отмовились. И одночасово пропоновали покупникам линейку новых выработок. Теперь комбинат больше не працуя на склад. За время санации предприятие выпустило ряд новой продукции. Это было просто необходимо для того, чтобы предприятие могло двигаться вперед. Это были кетчупы, это были майонезы. На сегодняшний день мы выпустили ряд новых линеек нашего мыла. Это мыло с лечебной грязью, с сопропелевой. Это мыло антибактериальное. Оно было у нас как жидкое, так и мыло твердое. Было выпущено мыло с минеральной водой, для того, чтобы кожа меньше сохла у тех, у кого есть такой дефект. Также было выпущено мыло с геркулесом, мыло с краб. Для наших женщин, которые хотят за собой следить и выглядеть прекрасно. Нельзя сказать, что зарплата працевнику от лучшего комбината заразь вельми великая, але у минулом годе яе повышали тройцы. По великим рахункам, поляпшения ситуации выник намагання у некольких боков. Специалистов предприемства, мясовых органов улады и экономичного суда. Тут постоянно анализуют выники применения такой меры, як санация, и кажуть об яе достатково высокой эффективности. Хотелось бы обратить внимание всех, кто работает на таких предприятиях, что это не значит, что сегодня предприятие свернулось, и эти люди работать на предприятиях не будут. Наоборот, процедура санации вводится для восстановления платежеспособности организации. Она как работала, так и продолжает работать. Показатели финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях на всех улучшаются, сохранены трудовые коллективы, увеличилась везде заработная плата, и потихоньку идет расчет с кредиторами. Алексей Суров, Ольга Коновалова, Сергей Камко, телерадокомпания «Гомель». Преоритет у выхованни детей – выученню истории белорусской державы и развитию духу патриотизму, как молодое поколение ведало, яким коштом досягнуто тое, что мы маем зараз. Об этом говорит начальник Речицкого отдела Департамента Аховы Игорь Каршаков, который является делегатом 6-го Усебелорусского народного схода. С ним поговорили наши корреспонденты. Игорь Каршаков народился и вырос у Речицы. Свой службовый шлях начинал в военно-десантных войсках Российской Федерации. В 1997 году вернулся на Малую Радзиму и поступил на службу инспектором у Речицкий отдел Департамента Аховы. Прозвосемь годов узначали у структуру. Свой район у местовых жихоров Игорь Каршаков ведает добро, як и проблемы и пытания, которые хвалюют грамадзян. У нас есть стабильность, есть определенная вера в будущее. Но это нужно сохранить. Сохранить не только для нас, но и для наших подстомков. Но для этого что? Нужно всем целеустремленно трудиться белорусам, правильно, на благо нашего государства. В большей степени идет негативная информация в интернете. И пытаются, вот именно в большей степени, опять же, нашу молодежь поставить на правильный путь. И объясняют им, что новое это слово демократия, это же не значит, что это дозволенность, правильно? И говорят, вот нужно что-то изменить в нашем государстве и сразу же станем мы жить лучше. Но почему все-таки у китайцев есть такая пословица, что если хочешь пожелать врагу плохого, пожелай его жить в эпохе перемен. Да, нужно стремиться к переменам, нельзя стоять на месте. Но это же нужно делать совершенно иным путем, не так, как призывают калькуны на улицах. Игорь Каршаков лечит, что 6-й всебелорусский народный сход станет знаковым для краины. На им будет вызначен курс развития Беларуси и то, как будут жить люди и их дети. Сегодня богатые информации с задмовным эмоциональным зарадом стольное провоковать на необдуманные учинки. Особенно необороненное от негативного вплыва является молодость, которую свядомо накеровывает на порушение законодательства. Свою миссию Департамент Аховы бачит в заховании спокойствия и безопасности в регионе. И тут важный человеческий подход и умение слухать. Игорь Анатольевич такой общественный деятель, к которому обращаются зачастую не только люди из силового блока, но также гражданские люди. Авторитетный силовик не только в нашем отделе, но и в районе. Собирает людей, собирает силовые структуры, объединяет их. Проводятся какие-то культурно-массовые мероприятия, день милиции, день охраны. На прошлой неделе оказали акцию, поддержали помощь медикам. Речицкий отдел Департамента Аховы самый буйный в нашем регионе. У им працует больше за 700 человек. Что день они оховывают, каля 300 объектов у Речицы, Василевича и Лоеве. По выниках работы за минулый год, коллектив вошел десятку лепших отделов Департаменту Аховы Украине. Ганна Крайчук, Валера Хапанько, Тейлер Адуакампания «Гомель» с Речицы. Он был песняром Палесской души. Сегодня 100 лет с дня народжения народного письменника Беларуси Ивана Мележа. На врате есть у нашей краине человек, который никогда не слышал про его легендарную Палесскую трилогию. А то, что Иван Паулович мил промоя дочинение до Гомельщины – особливая нагода для гордости. Как означало юбилей нашего славутого земляка Ягома Лая Радима – вёска Глинишши Хойницкого района, доведался Миколай Скентиян. Музей Ивана Мележа у Глинишши николе не заставался без уваги на ведвальников. Али сёння день незвычайный. Тому тут по-асабливому оживлено. Уникальный музей целком адлюстровывает житцовый шлях Ивана Мележа. От простого хлопца с невеликой Палесской вёски до народного письменника, книги о кого переведены на десятки моу свету. Немногие литераторы этого часу могли похвалиться такой саправды усенародной любовью. Фронтовая молодость, боевые травмы, які не давали ему спокою усю остатнє житцё, не перешкодзели досягнуць литературного Олимпа. Для Мележа такой вершиней стала знакомитая Палесская трилогія. Гэта головная его твор – рассказ про близкий и дорогий письменнику «Край». Родные близкие Ивана Павловича запомнили его надзвычайно чулым, стиплым человеком с великим сердцем. Моя матуля, родная сестра Ивана Павловича, тяжко захворела. И первый, кто отгукнулся на нашу гору, у нас было пятеро в матуле, гэта миновитый был Иван Павлович. И леки доставал, и пытался за всюду, и письмы досылал, и такие скрынки нам с подарунками досылал. Видите, гэта уже с памяти, ну просто гэта не забыть, и спокойно говорить нам про это сегодня не можно. Потому что, ну, из такого человека, из великой литеры, сегодня тяжко знайти, и я его запомнила просто стиплым, открытым. Мне сказал, расти и девка на другу. Литературно-музычный вечер, и он был песняром «Палесской души», собрал не только одновесковцев-письменника, а ле и гостей из инших кутков Гомельшины. Проставники мясцовой улады, установ культуры, громадских объединений, родные и близкие Мележа собралися, каб прыгадать, яким был гэта человек, а так сама, який великий уклад он зробил у беларускую спадшину. Все лето на Гомельшине яшчэ не раз прыгадаюць особу Ивана Мележа. Заплановано шмат проектов и мероприемствов, каб увекавечыць память об им. Мероприемствы, присвечанные юбилею Ивана Мележа, будуть протягувацца на Гомельской земли на протягу всего года. Широкая свята пройдзе у Гомели на фестывале «Чытай Гомель» у маи месяцы. Возь, где будут представлены усе библиотечные установы, будуть хорошо показаны новые выданние, які вышли у выдавецтвах краины. Возь, будзе проведены конкурс малюнков обласных по мотивах творчасті наших классиков. Палеская хроника гэта не толькі брэльянт літературной классики, але і сапраудны брэнд беларускага народу. Навукоуцы кажуть, немагчымы заразуметь беларускую душу, калі ты николі не чытаў людзей на балоте. Так гэта тіня аливедавочна. Памець аб нашым славутым земляку павінна жыць у стагодзях. Микалай Скентіян, Ігор Марышенко, телерадоя кампанія Гомель, Схойницкага района. У палаца Румянцевых і Паскевича ўпрацтавіли мині-выставу стародаўніх шкляніх бутэлек. Экспозиція стала часткой проекта под назвай «Звонкі як шкло і бліскучі як металл». Яна ўключае каля паўсотні раритетів сфондаў музея, нікаторея експонаты демонструюцца ў першыню. Сірод ёх аптэчныя склянкі, бутэлькі для вина, мініатюрныя флаконы для духоў, вялікія ёмістості для технічных і бытовых патрэб. Усе яны розны по померах, форме і часі вырабу. Большыць прадметаў – гэта знаходкі археологаў на території Гомельскай в області. Нікаторея артефакты былі перададзіны ў дар музею Жыхара Миргіона. Міни-выставка стіклянных бутылок – это жалання взглянуць на утилітарные веще с точки зрення красоты і завершэнства формы. Із самых інтересных приметов на нашай выставкі можна назвать стіклянный фрагментированый графін, каторый датируецца 17-18 векам. Он был найдзен археологами во время раскопок в 2003 году. Ну і сейчас являецца достойным украшэнем нашай выставкі. Оранжевы узрові небяспекі объявлены ў регіоне на 9 лютах аз-за складаных умоўна дворјя. Прагнозуецца мятеліца на дорогах снежныя заносы. А крамя тагот шыкаецца моцны ветер, парывы якого складуть 15-20 метров за секунду. Температура поветра ў ночы складе минус 9-11. Удзенецца 6 до 8 градуса ў морозу. Згодна с папярыднім прагнозам синоптыка, ў низкая температура захаваецца і ў бляжэйшээ дні. Гэтэя, а так сама іншэя навіны, інформацію аб в праектах тэлі радыо кампанію Гоміл вы можэцэ знайсці на нашым сайці, ў інтернэце, па адрасе www.тьвергоміл.бювай. На гэтым выпуск завершэны. Усяго вам добрых, ай да новых сустрэчу эфіры. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле горела обойная фабрика «Фокс». К счастью, спасателям удалось быстро ликвидировать пожар. Сообщение о возгорании в цехе номер 7 обойной фабрики, расположенной на улице Тельмана, 44, поступило в Центр оперативного управления в 10 часов 19 минут сегодня утром. К месту пожара по повышенному номеру вызова была направлена техника МЧС и других оперативных служб. Как выяснилось, произошло возгорание в помещении моечной трафаретов. 15 расчетов МЧС принимали участие в ликвидации пожара. 25 минут потребовалось спасателям, чтобы справиться с поставленной задачей. Огонь не вышел за пределы моечной и повредил только имущество внутри помещения. Причина пожара устанавливается. Предприятие специализируется на производстве обоев и горит уже не в первый раз. Серьезные пожары здесь случались в 2016 и 2011 годах. Пять лет назад горел этот же цех, в 2011 горели два других производственных помещения. Морозы ведут к увеличению числа пожаров в частном секторе. Виной всему становится неправильная эксплуатация печного отопления или использование неисправных электрообогревателей. Сегодня около 10 утра загорелся частный дом на улице Любинской областного центра. Клубы дыма, прорываясь сквозь кровлю дома, поднимались высоко в небо. О пожаре сообщили соседи, так как хозяева были на работе. Дом удалось спасти от огня. Внутри закопчены стены и повреждена часть имущества. Никто не пострадал. По мнению спасателей, возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления. А накануне также в Гомеле горел двухквартирный жилой дом на улице Декабристов. Из задымленного помещения спасатели вынесли пенсионерку. Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи. Наблюдалось сильное задымление внутри жилого дома. Ни одна из квартир не была оборудована автономными пожарными извещателями. До прибытия подразделения МЧС из дома самостоятельно вышли дочка и зять хозяйки дома. Хозяйка дома 38-го года рождения находилась внутри задымленного помещения. Звеном ГДС была эвакуирована и передана бригаду скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Позже за помощью к работникам медицинской службы пожарного аварийно-спасательного отряда обратился зять хозяйки 1962-го года рождения. После осмотра с предварительным диагнозом отравления продуктами горения он был госпитализирован. В результате пожара повреждено имущество в кухне одной из квартир. Причина устанавливается рассматриваемой версии «неосторожное обращение с огнем» или «конструктивный недостаток электрооборудования». А в деревне Кистине Рогачевского района на помощь к пенсионерке поспешил сосед. Пожар в доме хозяйки 1939 года рождения произошел в ночь с субботы на воскресенье. До прибытия подразделения МЧС 40-летний мужчина увидел, что горит кровля соседского дома. Через окно проник внутрь и спас спящую в комнате женщину. Состояние пенсионерки медики оценили как удовлетворительное. Госпитализация не понадобилась. За предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции выявили 15 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. 75 водителей не имели прав и 167 не предоставили преимущества в движении пешеходам. Произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы. Одно из них произошло в субботу примерно в 19.40 в Гомеле. 45-летний водитель, управляя автомобилем «Пежо 307», двигался по улице Шевченко и не поделил дорогу с автомобилем «Тойота Пикник» под управлением 51-летнего водителя. Водитель, управляя автомобилем «Пежо», при осуществлении поворота налево, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Тойота». В результате данного происшествия пострадала женщина, которая ехала в автомобиле «Тойота». Сотрудники отдела ГАИ Калинковического РОВД предотвратили возможное дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь в направлении деревни Малая Утюки по автодороге М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, инспекторы увидели на обочине нетрезвого мужчину, который уже не стоял на ногах, но, подняв руку вверх, пытался поймать транспорт. Им оказался житель деревни Клинск Калинковического района. Мужчину забрали из проезжей части и доставили к месту жительства, тем самым предотвратив беду. Сотрудники милиции в подобных ситуациях просят граждан не проявлять равнодушия, самостоятельно принимать меры или сообщать об этом по телефону 102. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Гомель и Металург. Металург в хорошем настроении уходят на международную паузу. Обе дружины добыли победы в матчах экстралиги чемпионата Беларуси. Столевары прервали беспроигрышную серию в матчах против Шахтера, длившуюся с февраля 2020-го. На выезде жлобенчане обыграли Горняков 4-1. Хит-трик на свой счет записал Войтихов у Михнова шайба и два асиста. За хозяев забросил Малиновский. В таблице чемпионата Металург отстает от четвертого места на шесть очков. Гомель со скрипом одолел неуступчивый в последнее время Могилев. Причем Рыси дважды были в роли догоняющих. Оба раза вперед свою команду выводил Слыш. Гомельчане ответили голевыми бросками Бойко и Хаматова. Больше в основное время шайб команды не забросили. В овертайме победу Гомелю принес Скоринов. Рыси в таблице на третьем месте. До Шахтера 5 баллов. Возобновятся матчи экстралиги 16 февраля. Ничья в областном дерби. В тринадцатом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу БЧ и ЦКК не выявили сильнейшего. Команды встретились на паркете Локомотива в областном центре. К восьмой минуте железнодорожники уверенно вели 3-0. Гости с таким ходом событий были не согласны. В течение шести минут Светлогорская команда не просто сравняла счет, но и вышла вперед 4-3. На перерыв соперники все же отправились при равных цифрах на табло. Паритет установил Дядечкин. Во втором тайме железнодорожники дважды выходили вперед, однако гости неизменно отыгрывались. Как результат ничья 6-6. Гомельский ВРЗ свой матч 13-го тура проведет 9 февраля на паркете Локомотива. Соперник Динамо БМТУ. Начало в 18.30. Мужская и женская команды гонбольного клуба «Гомель» одержали победы в очередных матчах чемпионата. С стороны подопечные Андрея Мочилова в гостях были сильнее Могилевского Машеки 28-22. Сергей Орловский самый результативный в составе «Гомельчан» 7 голов. 13 февраля «Гомелю» на выезде играть с лидером чемпионата Мешков-Брест. В турнирной таблице «Гомельчане» располагаются сразу за «Мешковцами». В дивизионе рангом ниже «Гомель-2» обыграл столичный РЦОП 38-35. Женский гонбольный «Гомель» удачно съездил в гости к столичной звезде. Победа «Гомельчанок» 30-17. Виктория Дивак отличилась 9-ю заброшенными голами в ворота соперниц. В турнирной таблице команда Тома Жачатара при равенстве очков по дополнительным показателям опережает главного конкурента БНТУ «БелАЗ» и располагается на первой строке. 13 февраля «Гомельчанкам» дома играть с «Витебчанкой». С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова